всем привет меня зовут илья сегодня супер серьезно супер нудное видео так что если вы зашли сюда посмеяться и весело провести время отдохнуть то лучше нажмите на крестик сегодня будем говорить о мега важных вещах омега серьезных музыкальных материях почему серьезных я решил позаниматься я сегодня встал и начал заниматься арпеджио вот сидел за играл упражнения думал какие аппликатуры использовать что туда-сюда то есть ну занимался короче такой творческой полутворческой полу технической деятельностью но это не просто арпеджио а особенно арпеджио которых я сейчас расскажу своих предыдущих видео я много раз говорил что арпеджио является мощнейшим инструментом музыки его часто недооценивают но владение этим инструментом владение грамотное и на высоком уровне арпеджио так скажем если вы хорошо в этом варитесь это позволит вам делать фантастические вещи позволит просто играть мега классно играть на другом уровне это позволит вам быстро сочинять какие-то басовые линии обыгрывать аккорды сочинять какие-то импровизации на основе арпеджио если вы ориентируйтесь в этом. Какие-то рифы делать очень красиво звучащие. Ну, в общем, делать все. Арпеджио позволит делать все. И шагающий бас, и везде и рок, и какие-то мелодии сочинять. Поэтому не стоит недооценить этот инструмент. У меня есть на эту тему отдельное видео по арпеджио с упражнениями. Я, может быть, буду и дальше развивать где-то какие-то моменты в этой теме, искать какие-то еще интересные вещи на эту тему. Но это будет дальше. Если интересно, посмотрите мое видео про арпеджио. Оно было уже давно. Освежить память никогда не буду. Существует большое количество видов арпеджио, но грубо их можно разделить на две огромные части. Это арпеджио трезвучия, арпеджио септаккорб. Принцип у них один и тот же арпеджио, когда мы берем аккорд не гармонический, то есть одновременно все звуки аккорда, а поочередно по одному звуку арпеджио. Как-то давно я говорил в своем видео про блюз. У меня было видео посвященное блюзу, где я рассказывал, что одна из основных характерных особенностей блюза это минор в мажоре или мажор в миноре. Звучание одновременно и минорное, и мажорное. Как оно достигается, вот это звучание? Я тогда еще об этом думал. Эта вещь достигается тем, что мы играем сразу минорную и мажорную терцию. И здесь мы можем это перенести и на арпеджио, тем самым сыграв в одном арпеджио и минорную и мажорную терцию. Тем самым мы получим то самое блюзовое арпеджио. Как это выглядит? Берем инструмент, настроенный. Значит, я специально настраивал. Возьму простой арпеджио, например, ми мажор, чтобы было удобно. Это арпеджио трезвучия ми мажор. Оно простое. Тут у нас большая терция, соответственно, мажорное звучание радостное. Если мы возьмем и сыграем в этом арпеджио сразу два, две терции и мажорную и минорную, мы получим так называемое блюзовое арпеджио. Как это будет звучать? Аппликатура меняется. Мы играем и малую терцию, и большую, потом также это арпеджио. Тем самым мы получаем универсальное звучание. Мы можем играть это арпеджио и на мажорный, и на минорный аккорд. И это открывает нам определенные границы. Раскрывая, мы можем раскрыться здесь. Что это нам дает? Это нам дает один инструмент, одну методику для обыгрывания разных типов аккордов. То есть мы можем, грубо говоря, одним, держа в голове одну трезвучие, обыгрывать и минорный, и мажорный аккорды, и трезвучие, и саптаккорды. Это очень удобно, это реально удобно. И при этом этот трезвучие звучит круто. Она звучит фирменно, добавляет таких вот блюзов, немножко красок. Как раз для тех людей, которые ищут какие-то новые, как бы немножко, так скажем, в своем замкнутом круге остаются, слушают свою музыку, играют так же, как слушают. И им нужно где-то что-то свежее. Соответственно, вот это арпеджио, оно реально может освежить звучание, и в то же время оно очень удобно. Этой темы нет вообще на русскоязычном ютубе. Вы можете даже ввести ради интереса блюзовое арпеджио, и ничего нет. Даже на англоязычных встречается, но очень редко. И мне кажется, многие музыканты даже не знают, даже профессионально о существовании вот этого именно блюзового арпеджио, как отдельного вида не рассматривают его. Они им может и пользуются, но даже не знают о его существовании. Но, как мне кажется, очень важно в голове вот это определить и понимать, чем ты сейчас пользуешься, что ты сейчас играешь для того, чтобы это более эффективно использовать. Очевидно. Далее я подготовил специальные упражнения для этого видео, для этой темы, для разыгрывания этих самых блюзовых арпеджио. Рекомендую их сыграть, потому что упражнения крутые. И однозначно после того, как вы пальцами сыграете, мозгом поймете, это уже будет для вас другой уровень. Будет другой уровень, вы будете как бы прокачать однозначно. То есть вы будете использовать, у вас это отложится. Это будет как левелап однозначно. Поэтому рекомендую сыграть. Плюс это не будет просто бездумное упражнение. Мы будем двигаться по кварток винтовому кругу вниз. До, фа, си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, рэ бемоль, потом что у нас там, соль бемоль и си. Это кварток винтовый круг, система тональностей родственных. И он часто используется в музыке, однозначно, почти в любой песне используются движения по кварток винтовому кругу. В джазе в любой песне, 2,5 и так далее. Это все кварток винтового круга. То есть даже рука у вас запомнит вот эти движения. Это будет реально полезно. Вы не просто играете бездумное упражнение, еще и по кварток винтовому кругу, запоминая самые распространенные движения аппликатур. Что тоже очень ценно, я считаю. Дальше особое внимание я хочу уделить и рекомендую вам обратить внимание на игру на первой струне, так как мы сейчас будем играть в две октавы, опять же, эти самые трезвучия. И там будут движения на первой струне, скачки через два, через два лада даже. И здесь очень важно как раз таки рука, так, чтобы запомнил эти визуальные маркеры движения по первой струне. Это очень полезно реально. То есть у вас уже, если вы уделите этому времени, вы будете видеть уже даже не думая, там тон играете, полтона и так далее на первой струне. То есть это тоже отложится. Ну, если вы понимаете, о чем я, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В заключение к этому видео хочу порекомендовать для тех, кто серьезно взялся за тему, например, смотрит, занимается, не просто там валяет дурака, рекомендую взять и более творчески подойти к этому вещи, позаниматься, попридумать свои какие-то мелодии на основе этого блюзового арпеджи, попридумать какие-то рифы, как вот я показал до этого. Просто риф возник, вот я занимался, просто возник риф. Ничего я даже нигде не смотрел, ничего. Просто вот из моего занятия это возникло. Какие-то, не знаю, шагающие басы пытайтесь внедрить. Вы можете использовать, опять же, тарпеджи и на мажорные, и на минорные аккорды. Пожалуйста, оно будет звучать. Это очень большой козырь этого элемента. То есть, вы, например, можете сразу играть шагающий бас, обыгрывать, даже промахнулись где-то, не знаете, какой минор или мажор, раз такое сразу. Блюзовый арпеджи сыграли этот шагающий бас, там все обыграли, прозвучит. Опять же, позаниматься, уделить этому внимание. Поэтому рекомендую попробовать играть от третьей ступени, от пятой ступени, как-то все это более творчески подойдите. И будет в итоге результат. На этом все, что я хотел сегодня сказать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, как обычно, подписывайтесь. Любовь, доброта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok